Итак, дорогие друзья, как и обещано, возвращаемся к теме Рождества для того, чтобы немножко потренироваться в композиции, что очень важно для стука, если вы делаете. Если вы, конечно, отдельно все снимаете для дизайнеров, то вам на это глубоко, так сказать, с колокольни. Ну, а если вы уже действительно делаете какую-то композицию, в которой тоже дизайн взял, поставил, все, то тогда нужно об этом беспокоиться. Итак, возьмем сначала немецкое Рождество. Это Глювайн или Глитвейн. Это вот такие растения. Я не знаю, как они называются. Честно, я не ботаник. Я знаю только, что они на всех открытках, так же, как наша елочка, скажем так. Фужер и снег. Я его опять разбодяжил, и он у нас послужит теперь. Так, я насыпал снега здесь, поставил рюмочку, немножко ее освободим. Так, если снег еще остался, то мы еще пройдемся по нему. Вот так. Впереди, сзади нам не надо, а вот впереди нам потребуется. Окей. Теперь кладем бутылочку. Вот так. То есть создаем тот самый треугольник. Так. Так. Теперь, значит, один-один у нас есть. Теперь нам нужно два-два. Так. Вот он не в ту сторону выгнут. Сейчас я посмотрим, у меня еще где-то лежит. Кладем сюда. Веточку. Так. Ее надо сделать пушистой. Поэтому подкладываем еще одну. С ними не так просто управляться. Ничего. Сейчас. Вот так мы ее кладем. Смотрим. Отлично. Отлично. То есть, один-один. И теперь нам надо два-два. Два-два у нас получится, если мы здесь тоже такой листочек положим. Так. Отрезаем. Вот это у нас уже два-два получается. Замечательно. Ну, осталось три. Три. Мы это просто возьмем вот эти три ягодки. И в стороночке, в треугольничек тоже создадим. Вот так. Глянем. Все. То есть, вы видите, что композиция довольно-таки гармоничная. Это все благодаря вот этим вот, казалось бы, странным числам. Но если у нас есть на них опора, то мы можем на них и опереться. Так. Давайте еще сейчас насыпем снега здесь. Это вечно зеленые растения. Они постоянно под снегом просвечивают своим яркими ягодами и декоративными лицами. И поэтому, как бы, это очень такая тематическая штука. Так. Убираем лишнее. И сейчас сфотографируем. Вино у нас не просвечивается. Это ясно. Оно красное. Поэтому с ним нам придется немножко повозиться. Как вы видите, произошли некоторые изменения. То есть, я заменил темное вино на светлую жидкость, которая является ламповым маслом. И вот сейчас... Нет, я не собираюсь отпевать. Я собираюсь сделать бульки. Вот сейчас она просядет. И когда вино наливается, у него всегда есть немножечко булик. Я сделал специально побольше, чтобы потом уже не мучиться. Вот так мы создадим похожесть длина этого глинтвейна. А потом в фотошопе мы это, естественно, все заделаем, как нам нужно. Теперь, что мне нужно. Мне надо здесь сделать блик, там поставить отражатель. Где у нас отражатель? Где наш пенопластик? Ставим сюда отражатель. А с этой стороны поставим... Где у нас это? Итак, дорогие друзья, сегодня я впервые использую стрип. Настоящий стрип, потому что я не нашел свой. Где-то в этом бардаке лежит мой стрип, и его не видно. Поэтому я сейчас поставлю сюда этот стрип. Но я вас уверяю, что и с тем я сделал бы то же самое, что и с этим. Еще мне придется уменьшать его, скорее всего. Потому что он может оказаться очень большим. По ширине превысить тот самый блик, который я хочу от него получить. Так, сейчас мы его поставим подальше. Мне надо маленький, в общем, стрипик. Ну, раз такое дело. Давайте сейчас я его отнесу вот сюда подальше. И сейчас мы пыхнем и посмотрим, что из этого получится. Вот так. Пыхнулось. Хорошо. 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 Так, хорошо, но мало. Добавим, так, сейчас сделаем один-один, по полной сейчас сначала. Так, теперь мало, теперь борщили, ничего. Так, вот и хорошо уже. Единственное, что мне снега как бы не хватило, и я смотрю, клювань протекает, вот гадость какая. Окрасил мне снег. Так, ну, если не хватает, будем добавлять в фотошопе. Ну, что теперь? Это так снегово? Так, немножечко ягодки сюда повлею, три штуки этих. Так, и я хочу еще, чтобы с той стороны пошел. Так, этот можно чуть-чуть отодвинуть, чтобы не было пересвета. И еще раз сделать. Вот это уже хорошо. Хороший бличок. Теперь нам осталось вот эти вот осветить. где наша с тубусом штука-дрюка. Так, 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 так. С тубусом она у нас здесь. Вот именно сюда мы ее и направим сейчас. Так, пока оставим одна двадцать восьмая. И пробуем еще раз. Мало. Четыре. Одна четвертая сейчас. Уже лучше. Чтобы на бокал не попадало. Сейчас с вами вот так сделаем. Так. Бутылочку надо чуть-чуть развернуть. Бутылочку надо чуть-чуть развернуть. Бутылочку еще раз насыплю сюда. Смотрю. Так. Сделаем немножко по-другому. Сделаем на полную катушечку сейчас. А здесь поставим полупрозрачную пленку. Чтобы не было такой жесткости. Вот так. Упал. Еще раз. Вот. Это другое дело, ребята. Посмотрите внимание, как слиплась вот эта часть. Сейчас. Значит, ее надо убирать. А это место закрыть еще парочкой здесь. Как бы сделать тоже продолжение той же самой веточки. Вот так. Ну-ка. Теперь. Третью не видно ягодку. Придется сделать небольшую горку. И сюда ее уложить. Так. Одна. Вторая. Третья. Вот так. Еще раз. Теперь в сторону вот эта. А, забыли мы с вами побурлить же. Ёлки-палки. Надо же бурлить там. А мы это не сделали. Так. Где наша бурлилка? Нету бурлилки. Так. Бурлилка, 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 бурлилка. Бурлилка. Вот она. Давайте мы сейчас немножечко побурлим там. best. Вот. Бурлилка. пока не успела отличненько ну вот ребята мы получили теперь уже настоящими кажется стоковый натюрмортик который на белом фоне отправку сделать сейчас мы еще пойдем фотошоп посмотрим что здесь можно добавить можете убрать принципе ваша задача будет теперь из этого сделать русский натюрморт точно такой же стоковый натюрморт русский то есть это вот елка это вот шишки это два бокала шампанского могут быть до или один не знаю и здесь положите тоже бутылку шампанского или поставьте в общем делайте теперь русский я вам показал немецкий он ничем не отличается по строению от русского если мы хотим получить вот такую картинку так что то что я сделаю вам пообещал я не стал фотографировать амаретту оказалось она уже пустая бутылка подменять чай не хочу ехать но покупать тоже не хочу и принципе я подумал ребята мы с вами посмотрели как я шар освещал этим огнем как и с этим огнем какие настройки так далее то же самое ставьте амаретта ставьте или не знаю что ставьте бутылочку там какого-то белого может быть вина и рядом с ним рюмку или такую нужную чашечку и фотографируйте с огнем тоже это для вас как бы домашнее задание ну а для тех кому нужен photoshop мы сейчас с вами пойдем посмотрим как там затемнить немножко наше вино посмотреть как у нас со снегом добавить и добавить тут ну и пожалуй все так что я думаю что на сегодня я задание выполнил и кстати мне уже принесли колечки с настоящими бриллиантами маленькие маленькие миленькие миленькие но для тех кому это интересно как я это снимаю у нас уже есть такое видео называется серебряное кольцо посмотрите в практике не поленитесь ну и все дорогие друзья на этом мы с вами заканчиваем вы поняли что это не обязательно нужно заменить обычному как мы делали с вами тоже жал все попробуйте выполнить те домашние задания которые я наговорил потому что для вас это будет хорошим уроком делать с нами делать как мы и возможно вы сделаете лучше чем мы пока так давайте возьмем последнюю нашу фотографию картиночку откроем ее здесь ну торопился не посмотрел за резонтовым контрол ты выделили вернее сделали еще одно выделили так и повернули мы все вот делал будем тут возякаться так сразу же мы сейчас откатрируем как нам надо вот ну ка смотрим две третьих тут вот эта штука немножко нам помогает так как у нас листья стремятся суда то здесь надо немножко место им оставить раз они уже стремятся так и вот так вот первая . 2 3 4 все хорошо уложилась отлично так вот первое что надо сделать первое что надо сделать это добавить здесь клуб снега делаем просто берем благо что рыхло такая не придется долго мучиться что не получится выделим здесь область и опять же проходим сравниваем смотрим здесь делаем то же самое то есть давайте мы сейчас это сделаю а вы там у себя уже дома для удобства сделаем сейчас новый слой и просто вот тут поделаем не особо как заморачиваясь вы знаете что может на отдельных слоях когда вот здесь стоит все слои так когда мы это сделали посмотрели так хорошо теперь черную маску делаем теперь нам будет гораздо удобнее здесь проходить уже более мелкой такой кисточкой с белым вставать надо на этот слой естественно так нет нам нужно простая кисть причем непрозрачность полная нам и жестко сделаем здесь нужно она будет жесткость тут особенно потом там уже можем все это заровнять подравнять а пока вот жестко так раз здесь ну и так далее и и после того как мы это все сделали посмотрите здесь еще на здесь можно вот так а теперь уже жесткость выбираем и и так это потихонечку сравнивать и у нас уж чересчур скажем так тут вот так аккуратненько у нас уже получается тот снег который сзади там но здесь хорошо смотрим сравнивать если нужно с непрозрачности играем то есть это я уже оставляю вам вам как это лучше сделать а вот эту часть мы просто-напросто сейчас ctrl-shift alt сюда бросим и просто-напросто ее сейчас мы ctrl-t вот так выделим ctrl-t и продвинем сюда все отлично и снег здесь тоже с помощью так добавим мягкую хисточку все на один слой и так сделаем если здесь нарушили что-то то тоже не проблема можем спокойно это все убрать так далее смотрим смотрим что вот этот у нас какой-то обломыш обглодыш он нам не нужен давайте-ка мы его сейчас выделим инструментом у вас вот так и это выберем вот сюда и подвинем теперь так копия ctrl-c ctrl-file и теперь мы можем это сюда просто подвинуть так соединить если где-то что-то видно для этого существует у нас заплатка вот так все уже ничего не видно отлично так что еще вот тут бы я поставил листик вот тут бы я поставил как бы этот облом я его не заметил поэтому я сейчас возьму какой-нибудь листик вот допустим этот вот этот листик скопирую его так образовать водяную область нет тут один пиксель окей ctrl-c ctrl-v забираем поворачиваем уменьшаем отправляем и сюда его втекаем здесь возьмем пиститу темненькую затемнитель возьмем средние тона и на самой картинке вот тут потемнем потому что должна быть тень естественно да а здесь инструментом палец добавим добавим череночек вот так там крепится все готово сделали смотрим да нормальненько пойдете так снег сделали это сделали это сделали а смотри смотри тут еще есть у нас ctrl-t смотрим все отлично удалось там немножечко это то есть у вас существует заплатка здесь чтобы не было такой сильного перехода давайте тоже можно заплатку применим вот так вот так вот так вот так вот слишком ровная линия нам не нужна ну и теперь рискнем сделать следующее то есть сведемся на одно попробуем с одного захода это сделать то есть берем кривые берем эту пипетку кликаем сюда так стоп да берем пипетку светлую и вот в эту область вот так так здесь смотрим так 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 тут у нас небольшой перебор так ну ничего на бокале мы сейчас с ним справимся так сделали черное да и потихонечку так-то добавляем тут вот вот ну не сильно лучше всего конечно взять перо и с помощью этого пера выделить нам вот эту штуку но нам все равно вам пригодится так образовалась выделена область вот так теперь ctrl и ctrl shift и извиняюсь выделение сделали по-другому и с помощью белого убираем здесь где мы немножечко так так отлично смотрим да и теперь мы можем конечно так еще раз убираем выделение я смотрю я тут немножечко промахнулся спешка ребята спешка вот здесь но мы с этим работаем поэтому всегда можно отодвинуть вот так все хорошо образовательные область опять так и можем теперь по вот этой маске еще раз пройтись уже белым оставляю только там вот так готово так мы видим здесь паразитные все эти засветки это не что иное как те светильники дневные я шел на это чтобы показать вам как это будет на самом деле ну давайте мы сейчас начнем это все затемнять это последнее что нам осталось так вот так оно уже нам подсказывает видите вот вот эти темные да это вот светлые это здесь этот но тем не менее мы сейчас с вами это сделаем так еще раз определить выделенную то есть один пиксель хорошо сводим все на один control shift от партии и начинаем с того что будем теперь ее затемнять так следующее мы возьмем баланс цветовой и посмотрим что нам надо здесь в цветовом балансе какое нам надо какое нам надо ну только естественно нам надо быть сначала а потом уже взять цветовой баланс вот так и посмотреть надо ли нам темнее делать немножечко в красном ввести а может быть и нет то есть я бы вот оставил вот таким образом все мы видим что высветились эти наши так давайте это вместе сойдем control и выделились высветились у нас вот пробка и ягоды да ну вот как раз когда мы делаем с вами оставляем вот эти слои то нет ничего проще мы ставим его сверху далее делаем маску черно и теперь уже берем наш белый цвет и проходим здесь белым вот так тем самым как бы возвращая темные места там где они должны быть хорошо потом у нас вот это место надо немножко затянуть но тут проблематично потому что здесь белый снег на белом но ничего вот так как то вот так сделаем получим то что нужно так и текстура снега у нас пропала поэтому мы сейчас тоже ее вернем частично частично мы ее вернем вот сюда так и еще немножко непрозрачность уберем и поиграем с этим делом побольше вот так вот, вот так, чтобы было видно. Хорошо. И последнее, что нам останется, это пойти вот сюда, конечно, пойти сюда и в Ctrl-Shift-E и замазать вот эти дела все. Это первое, что я сделаю, этот инструмент точечный. Уберу вот эти все ненужные мне. Так, хорошо, убрались. А тут я с этим сделаю. И еще раз уже отдельно вот этот полипит, вернее овал, я сейчас его отдельно приведу к знаменателю. И теперь затемняем его. Вот так. Хорошо. Так, тут у нас что-то не совсем понятно, поэтому кисть берем, кисть берем и так это аккуратненько тут это сравниваем. Отлично. Отлично, отлично. Здесь тоже сравниваем. Так. Здесь избавляемся от этих всех точечек паразитных. В общем, если вы будете делать для стока, вам придется с этим возиться. Мне, слава Богу, это не грозит. Так. Поэтому я как-то спустя рукава к этому отнесусь. Ладно? Так. Если мне вот эти брызги не нужны здесь, то мы и здесь брызги удалим. Вот так немножко, так почаще будет. Ну и вот в этом месте, конечно. Возьму уже теперь штампик. И просто здесь так вот покрашиваем. Если нам нужно, мы можем всегда вот этот блик, допустим, продолжить. Для чего искусственно создадим тут продолжение. И на отдельном слое, скажем так, определить. Не фигуру нам не нужна фигура. Определим мы выделенную область. Окей. И, взяв кисточку, вот эту красочку, потихонечку сюда пойду. Смотрим. Многовато. Убираем непрозрачность. Вот так. И даже мне, кажется, это тоже много. Слишком далеко я сделал. Поэтому просто-напросто удалим. Так. Тут у нас еще контур проявился. Так, секунду. Не досмотрел я. Не досмотрел. А ничего. Сейчас. Окей. Мы видим, просто белый. Тупо белый цвет. Встанем на... И закрасим. Да и все. Так, смотрим. Если нам кажется, что... У нас здесь слишком темненько. Ну, давайте вот так. Сейчас все напишу про Ивайнах. Вот где-то так. Ивайнах. 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 Ивайнах.